Всем привет, добро пожаловать на ролик. Сегодня я бы хотел с вами рассмотреть две ситуации. Одна, естественно, это будет показательная, как заходить в здание и так далее. Вторая, это когда уже файт затянулся, у нас там уже долго было сражение, подошла другая тима, несколько распадали и так далее. Но все-таки это можно вырулить. Особенно напрягает, что заходить в здание тяжело, когда у ребят внутри есть дробовики. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Все задаются вопросами, когда твич дропсы. Вы знаете, я тоже задаюсь таким вопросом, обычно они сразу выходили вместе с ивентом, на этот раз как-то не повезло. Поэтому, чтобы быть в курсе, когда будут твич дропсы, что такое твич дропсы, как их получить, обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании. Итак, что сейчас произошло? Я вот этим дроном удушайкой пролетел по первому этажу, пролетел по второму этажу, где большой вход в этот сарай. Увидел, что там никого нет, а когда уже обнаружил своих противников, то взорвал дрона в том месте, откуда можно перетянуться. То есть, если кто-то решит поменять свое местоположение из той дальней части здания в ближнюю часть, мы это дело услышим, потому что он будет каштить. То же самое наоборот, если кто-то вдруг появится из ниоткуда, там вышел, зашел из части, где находится вот этот большой вход в здание и решит к нам запушить нас, то мы опять-таки это дело услышим. Итак, когда пролетел мой дрон-разведчик, вы видели, что мой тиммейт на это дело ориентировался и уже зашел в босс-пит спокойно, понимая, что тут никого нет. И мы сделали вывод, что если и есть враги, то они все в той дальней части здания. Дальше я зашел уже на первый этаж и понял, что можно проходить на второй этаж спокойно, так как на моем первом этаже возле инстрии никого не будет, потому что одного чувака уже положили, и значит, противникам надо объединяться. Конечно, Жук-удушайщик немножко против нас сыграл, потому что мой тиммейт начал кашлять. Но самое главное, он собрал информацию, и благодаря инфе мы очень легко, прям очень легко зашли в босс-пит и забрали все это дело. Как мы зашли классно, да? Есть два еще, два еще на 150, 150, два еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Да ебаные зомбари, блядь! На этого долгого не прыгали, на меня сразу подошли на чью... Да пошли вы нахуй! Продолжение следует... Продолжение следует... Моя жизнь принадлежит орде... Моя жизнь... Принадлежит орде... Принадлежит орде... Моя жизнь... Играет музыка Душайку я прокинул на проход, который находится возле большой металлической двери, которую надо открывать таким крутищим колесом, и ведет на второй этаж там лестница. Кинул туда удушайку для того, если кто-то будет перетягиваться на второй этаж по этой лестнице, то я услышу, он начнет кашлять. Однако, если там все еще есть чувачок, то надо туда обращать внимание. Вторую же я прокинул в проход, который вот открыв эту двойную дверь справа от меня, там два прохода, разделенные просто маленькой стенкой. Но мне важно, чтобы там никто не ходил. Чтобы я максимально свое внимание мог сконцентрировать на чуваке, который стоит на лестнице, прямо напротив меня. А если кто есть справа, то он хотя бы играет у меня не в упоре, иначе бы он закашлял. Получается, я очень сильно упростил себе задачу, и поэтому все мое внимание сейчас сконцентрирую на чуваке, который, возможно, есть напротив меня. Если его там нет, шикарно я могу пройти за эти здания. Если он есть, то я полностью могу на нем сконцентрироваться. Что-то хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще очень важный момент. Во всех своих гайдах я говорю о том, что умение стрелять не так ценно, как умение тактически мыслить. А именно это звучит так, что недостаток стрельбы ты всегда можешь компенсировать тактикой, но недостаток тактики ты никогда не сможешь компенсировать стрельбой. Вот эти ребята снаружи, которые вы видите все время, играют без Б, они стреляли шикарно. Они уже до этого меня два раза положили, вообще не давали покоя ни мне, ни моим тиммейтам. Но все, что они умели делать, это хорошо стрелять. И вот так вот снаружи тусить, что-то играя на килы. Вот, никто... Ну, никакой инициативы. Никто не хочет заходить внутрь. Все хотят просто круто стрелять. По мне видно, стреляю я так себе. В головы редко даю, в основном в тело и так далее. Но по тем моментам, которые вы сейчас уже наблюдаете во втором клипе, видно, что мы как раз таки и делаем прогресс, наша команда. Мы заходим внутрь, мы раскачиваем, мы кладем, мы выходим и так далее. Еще самое главное, при игре всегда старайтесь поднять своих тиммейтов. У вас никогда не должно быть такой мысли, ай, ладно, вот сейчас один расстрельну, короче, вот его заберу и потом подниму. Потому что, скорее всего, вас тоже заберут, и вы просто отправляетесь в лобби. Есть шанс поднять тиммейта, поднимайте тиммейта. Есть шанс поднять тиммейта, поднимайте тиммейта. Видели важный момент? Я выбил дверь и потом начал обходить. Зачем я выбил дверь? Уже такая стадия игры, когда все уже прошло, у всех нервы натянуты, многие несколько раз попадали, и никто лишний раз торговать ничем не хочет. Поэтому при таком резком движении, как выбивание двери, если кто-то бы и сидел рядом, он должен был обязательно среагировать. Пошевелиться, как минимум, стрельнуть в ответ как максимум. Тогда бы я собрал по нему инфу. Далее вы видели, что я слушаю звуки, но я не могу до сих пор различить уровни, сверху он находится или снизу, поэтому я шел очень медленно и не мог понять, вот эти шаги двойные двух людей, которые я слышу, они находятся на втором этаже или на первом, куда я прицелился и смотрел двойную дверь. Пришлось торговать лицом, смотреть и понимать, там они или нет. Оказалось, что они наверху, и все вышло хорошо. Продолжение следует... Что было и так с оппонентами? Во-первых, их сковал страх нахрен. Во-вторых, они полностью оставили первый этаж. Когда я еще ходил снаружи и лутал хантов, я на второй этаж закинул удушайку. Тем самым перекрыл им какие-либо действия, чтобы они там не пробегали. То есть пробежать там можно было, но тогда бы ты начинал кашлять. Они этого не хотели никак. Потом я зарядил влагостойкую динамитную шашку в окна, чтобы просто разбить ставни. Они тоже оттуда убежали. Никто не прибежал на первый этаж, все решили играть на втором. В итоге все трое оказались зажаты между лестницей и моей удушайки возле двойной двери. Они не пошли в большую комнату, потому что там лежали мухи, которые на меня сагрились. И это вышло очень даже хорошо, мне на руку сыграло. Но когда я говорю, что ребят сковывает страх, это часто бывает такое с рандомами и с другими игроками. Лишь бы не двигаться. Не дай бог лишнее движение. Не дай бог начну кашлять. Господи, они узнают позицию. Они решили ничего не делать и оставили просто всю ситуацию. Нам отдали в руки, сказали делать что хотите, мы вот тут вот стоим. Хотя они могли вполне пробежать через удушайки и идти на первый этаж и начать мансить. Вместо этого они решили остаться вот в этой маленькой коробке, где с одной стороны мои два тиммейта их зажимают. Один с лестницы, другой, по-моему, со склона идет двойной двери. И с другой стороны я с дробовиком на жаканах тоже иду с лестницы изнутри здания. Вот такой гайдецкий пока получился, ребятки. Поэтому если есть какие-то мысли и еще вопросы о том, как записать еще, на что сделать гай, типа как в здание заходить, как из здания выходить, не знаю. Напишите, я постараюсь попасть в такую ситуацию, скорее всего в нее попаду, и запишу, и потом объясню мысли и свои действия. Ну, всем большое спасибо, увидимся на стримах и в телеграм-канале. На Твиче 8К, на Ютюбе 25К. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Пацаны, нормально, да? На издание поработали. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Не вижу вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.